На освобожденной от оккупантов территории Харьковской области продолжаются следственные действия и несколько дней назад была закончена эксгумация тел на месте массового захоронения в Изюме. Во многих населенных пунктах находят пыточные, где российские военные издевались над мирными жителями. Продолжается также разминирование территории. И подробнее обо всем прямо сейчас узнаем у главы национальной полиции Харьковской области Владимира Тимошко. Он с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый день. Владимир Владимирович, в Изюме криминалисты закончили работу на месте массового захоронения людей. Расскажите, пожалуйста, какое точное число погибших, сколько детей среди них и правда ли, что была найдена еще одна братская могила? Мы закончили следственные действия на одной братской могиле, которая была установлена 15 сентября 16-го. Мы уже начали проведение следственных действий. В этой братской могиле, точнее, скажем так, даже не в братской могиле, это место массового захоронения людей, было обнаружено 447 тел. 194 мужчины, 215 женщин, 6 детей, один ребенок, только часть, скажем так, тела, его тело найдено. И 22 военнослужащих. Из 11 еще тел пол, к сожалению, не удалось установить в связи с тем, что были захоронены только части тел, скажем так, не хочу больше об этом говорить ничего. Что касаемо экспертиз, назначено 447 судебно-медицинские экспертизы. Судебно-медицинские эксперты работают, это кропотливая большая работа. Экспертизы будут, я так понимаю, готовы где-то, ну, не раньше, недели 3-4. Почему? Потому что это большой труд. Владимир Владимирович, но сейчас понятно уже, в принципе, причины смерти этих людей, особенно такое большое количество женщин среди найденных? Я вам хочу сказать так, что уже осмотр трупа, который, всех тел, который проводился, в том числе и с участием судебно-медицинских экспертов, дает основание полагать, что большинство тел имели насильство, смерть наберемела насильственный характер. Скажем так, у 15 огнестрельные ранения, 52 это миновзрывные травмы. Не менее, повторяю, не менее 15 тел имеют ознаки тулань. Что имеется в виду? Это то, что, как уже сообщалось, у некоторых мужчин отсутствуют гениталии, у некоторых связанные руки, веревки были на шее и так далее. То бишь, достаточно большое количество тел с признаком насильственной смерти. Экспертиза даст окончательные ответы. Скажите, если говорить еще об этих пытках, сколько было найдено пыточных на освобожденных территориях Харьковской области? И что рассказывают узники, которым удалось пережить этот страх и заключение? Всего на сегодняшнюю минуту следователями подтверждут 19 мест, в которых проводились пытки. То есть, можно сказать, 19 пыточных. Повторяю, это только то, что на сегодняшнюю минуту. Две в Балаклее, в Изюме 4, в Волчанске 2, в Купенске, если не шло, 4, в Шевченково 3, в Казачье Лопанье 3 и в Липцах 1. Всего 19. Достаточно большое количество людей уже допрошены, с ними проведены необходимые следственные действия, с некоторыми в качестве свидетеля, но в большинство это потерпевшие. Почему? Потому что незаконное лишение свободы – это тоже уголовно наказуемое деяние. Соответственно, они дают показания, в том числе, о том, что происходило. Больше всего знаете, что поражает причины, почему они там оказывались. Точнее, даже не причины, а отсутствие видимых причин. То бишь, человека могли их поместить в пыточную, просто так, на улице, просто им понравился взгляд, в пыточную. То есть это был конвейер такой? Да, именно конвейер. Именно конвейер, как в 1939-1945 году, именно такой же конвейер абсолютно. То есть абсолютно бесправие на оккупированных территориях. Одно есть только право – право силы. Право сильного. Соответственно, в пыточную помещали любого человека, независимости от пола и так далее. Гражданский или имелись подозрения, что он военнослужащий, любого. У нас детей несовершеннолетних так само подтвержденные факты доставляли в эти места, удерживая длительное время. Длительное время удерживались. Люди удерживались в ограниченном пространстве, не давали абсолютно еды. Им кормили остатками, не давали справлять естественную надобность. Пытали, пытки токов, вырывание ногтей. Все это имело место быть. Владимир Владимирович, а уточните, пожалуйста, какое количество людей на данный момент, возможно, уже официально являются пропавшими без вести? С 24 февраля полиция Харьковской области была объявлена в розыск с 1257 без вести пропавших. С 1257, правильно? Да, правильно, абсолютно правильно. 863 – это гражданские люди и 394 – это военные. Почему такое большое количество? Хочу сказать сразу, полиция, как я неоднократно утверждал, немножко расширила свой функционал. Мы работаем не только по тому функционалу, который подписан в законе о полиции. Сейчас фактически каждый человек, который звонит, говорит о том, что у него нет связи с близким человеком или знакомым человеком. Мы немедленно вносим в ЕРТР ведомости по статье 115 с отметкой без вести пропавших. И начинаем проводить следственные действия до того момента, пока человек будет установлен. И часто объявляется в розыск люди, допустим, которые просто потеряли связь. Вы знаете, на оккупированных территориях нет связи с электричеством воды. Человек заявляет о том, что он давно не видел или не знает о местонахождении своего родственника. Мы всех объявляем в розыск. Без исключения. Человек позвонил в полицию, через фактически 2-3 часа мы уже начинаем, уже ведомости внесены в ЕРТР и началась работа. Из этого количества, я вам скажу, на сегодняшний день было разыскано 377 человек. Это 339 гражданских и 38 военных. К сожалению, из гражданских 38 уже были разысканы как погибшие. Мы каким образом проводим работу? В случае, если объявляем щековоз, то стараемся у родственников отбирать образцы ДНК, потому что понимаем, что у нас, возможно, будут тела неопознаны. Ну вот вам пример, о котором мы только что говорили. Это место массового захоронения в изюме. К сожалению, не все из 447 тел нами физичны и идентифицированы. Мы лишь немногих понимаем по именам, фамилиям и отчествам. Работа в этом тоже продолжается. На сегодняшний день остаток по без вести продпавшим, я повторяю, это с событием с 24.02. То есть за 7 месяцев. Да, 857 человек. Из них это, соответственно, 421 гражданские, 332 это военнослужащие. Ну или примерно военнослужащие. Потому что часто родственники говорят, что, скорее всего, наш родственник ушел служить в армии, у нас нет связи. Но так ли это на самом деле, мы не понимаем. То есть мы примерно понимаем, что это возможно военнослужащие, но возможно и не так. Владимир Владимирович, а уточните, пожалуйста, можно ли сейчас уже возвращаться украинцам, которые находились в безопасных районах Украины, на те территории, которые были деоккупированы, разминированы ли там и есть ли возможность жить? У нас свободная страна и нет запрета на возвращение. Но и я, и органы местного самоуправления, военная администрация не рекомендуем пока возвращаться в свои дома на территории, которые были деоккупированы. Почему? Массовое минирование жилых домов, гражданских объектов, дорог, подъездных путей, объектов критической инфраструктуры. Так как заминировано Харьковской области, я не знаю, что можно еще в мире так заминировать. Изымается взрывотехниками очень большое количество ежедневно взрывных предметов. Это и снаряды не разворачиваются, но, к сожалению, много предметов, которые были установлены специально с целью уничтожения живой силы. В том, ну, это растяжки, много растяжки, очень. Минные лепестки, которых они сорили, ну, как, очень, в огромном количестве после лепестки. Мы, к сожалению, каждый день фиксируем факты подрыва. В 7 утра мне дежурная часть каждый день докладывает о всех происшествиях по области, уже подводя итог. То есть по цифрам, по полностью, я могу вам сказать, за сегодня в 7 утра, когда мне докладывали о том, что вообще есть какие общие цифры, 8 человек, это гражданские люди, подорвались на меня только за последшие сутки, чтобы вы понимали. То есть я поэтому не рекомендую возвращаться. Да, мы пропускаем людей в эти районы, тех, которые хотят забрать, может быть, какие-то вещи из своего жилья, домов. Мы понимаем, что впереди зима, у людей нужны теплые вещи. Многие выехали в марте месяце, не имея вещей. Вы знаете, помните, как выезжали. Людям нужно забрать вещи еще, банально какие-то свистла, да и просто что-то из домов. Мы содействуем в этом, активно помогаем. То есть полиция помогает попадать в свое жилье людям, помогает при необходимости сопроводить, если это необходимо. Если это законный груз, повторяю, если человек забирает свои вещи, мы сопровождаем. Работаем как таксисты. Сейчас функционал, еще раз повторяю, полиции в несколько раз выше, чем тот, который закон, больше точнее, чем тот, который написан в законе про Украину, про национальную полицию. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за вашу работу и за этот комментарий, и за то, что нашли время для телеканала Freedom. С нами на связи был глава национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко. С вами был Игорь Негода.